Сегодня в Чебоксарах прошел форум деловых женщин. У каждой предпринимательницы своя история успеха. Они поднимали свой бизнес, строили семью и растили детей. Осили духа, внутреннем стержне, вере и надежде в нашем материале. Это только внешне, а не хрупкие и ранимые. На самом деле эти женщины дадут фору любому мужчине. Они строят дома, владеют бьюти-индустрией, создают новое производство. Да мало ли что может прекрасная половина человечества. Их роль в экономике и в жизни трудно переоценить. Именно вы несете вот такое новое веяние в деловое нашей жизни, когда получается, что вот бизнес или предпринимательская деятельность автоматически собой вместе развивает и доброту, и организовывает то пространство, которое как внутри коллектива, так и рядом с этим коллективом, самой услуги, либо продукции, которую делают или производят те предприятия, хозяйствующие субъекты, которые вы руководите, либо вами организованы. И за что вам огромное спасибо. Они всем уже доказали, что многое могут и готовы помогать новичкам. Не бойтесь быть сильными. И просто не бойтесь быть самой собой. Не бойтесь найти свой талант. Он у нас у каждого свой. Он у нас у каждого теплится и просит вырасти. Участниками необычной встречи стали и бизнес-леди из других регионов страны. Их опыт очень интересен тем, кто только начинает собственное дело. Я сегодня расскажу об эмоциональной стороне наших бизнес-леди. Потому что 20 с лишним лет я делаю проекты для самых красивых женщин, для мам. И, конечно же, среди них очень много, так сказать, выдающихся, я бы сказала, сегодня современных наших дам, которые занимаются бизнесом. Она должна переключаться. Бах! Дисна бизнес-леди. А тут она одела королевское платье. И вот, собственно говоря, примеры, они просто в моем случае, они уникальны. Как оставаться на плаву и не перегореть в бизнесе? Как помогает его введение знаний делового этикета? И можно ли превратить хобби в успешный бизнес? Вопросы, ответы на которые у всех разные. Почему именно женщина должна иметь отношение к строительству? Потому что все социальные объекты, которые инфраструктуру создают, может только создать женщина, которая заботится о детях и о своем будущем. Ольга Михайлова, 13 лет, работает в сфере юриспруденции. Для нее участие в форуме – отличная возможность для усиления бизнес-кооперации. У меня сегодня есть возможность поделиться с их опытом работы, рассказать о своей деятельности. Таким образом, на территории Чувашской республики здесь вот я в сфере юриспруденции сейчас вот работаю. Сегодня, например, предпринимателям, женщинам оказывают поддержку, в том числе организовав такое мероприятие на данной площадке. Я считаю, это также является мерой государственной поддержки. Подобные встречи формируют в регионах сообщества активных женщин, желающих изменить жизнь к лучшему, дать рабочие места. В рамках форума ФАЕ была развернута экспозиция, где женщины-предприниматели представили свои творческие работы. Талант он во всем. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.